Распорядок дня строг как в армии. После общего построения развод на занятия. Не меньше четырех учебных пар и несколько часов самоподготовки. Сегодня в стране это единственное высшее училище, которое готовит военных летчиков всех родов авиационных войск. Первые три года курсанты студируют теорию и только потом переходят к практике на авиабазах. Ни одного случайного студента поступить в летку по ошибке или без подготовки просто не получится. У многих ВВС России служили отцы и деды. Поэтому кто такой защитник отечества, курсанты училища имени Серова, знают не понаслышке. Защитник отечества это прежде всего патриот своей страны, готовый несмотря ни на что пожертвовать даже собой во имя Родины и приложить все свои усилия для исполнения поставленной боевой задачи. Так самоотверженно служил небу Роман Филиппов. Выпускник авиационного училища погиб во время выполнения боевой задачи в Сирии. Имя пилота теперь навсегда вписано в историю летки. В музее боевой славы практически по крупицам собраны все победы бывших курсантов. Об их подвигах сегодня рассказывают Вениамину Кондратьеву. Вот, например, осколок американского бомбардировщика, который в 73-м году во Вьетнаме сбил выпускник летного училища Фам Туан. За 80 лет учебное заведение воспитало сотни настоящих героев. Первый выпускник героя. И это все-таки кто? Мы считаем, это Алексей Петрович Моресьев. Он тоже выпускник. Выпускник Моресьев. Выпускник 40-го года. Алексей Петрович Моресьев. Из Советского Союза. Да. Это книга «Поиси нас с этим человеком» в следующем зале. Это выпускник нашего училища. Новая страница в истории училища началась в сентябре прошлого года. На первый курс военных летчиков были зачислены девушки. Более чем из 200 претенденток строгий отбор прошли только 16. Четверо из Краснодарского края. Несмотря на скептический настрой однокурсников парней, девчонки уже смогли проявить себя. Например, автомат Калашникова на время многие собирают быстрее норматива. К сборке оружия приступить. 21 секунда. Оценка отлично. Ну что? Главное, чтобы ты кушать не научилась готовить. Это очень важно. Я просто, я говорю, потому что в нем у тебя будет супруг, и он будет очень хотеть. Главное, чтобы ты не автомат, конечно, разбирала и самолет пилотировала, а был очаг. Но пока эти девушки – курсанты, для них нет никаких поблажек. Занятия одинаковые для всех, а задания не делят по половому признаку. Хоть иногда и хочется быть настоящей леди, легкий макияж здесь никто не запрещал. Теперь задумываются, нужны ли им цветы на 8 марта. А какой праздник? 23 февраля. Ну, потому что я связала свою жизнь с военной службой, и она будет на протяжении всей моей жизни. А 8 марта – это… Сейчас в военном училище имени Серова две с половиной тысячи курсантов. Это будущие летчики-истребители, штурмовики, бомбардировщики, пилоты дальней авиации и морской ракетоносной. Сразу после школы им пришлось принять непростое решение и пойти на военную службу. Глава региона поблагодарил студентов за достойный выбор. Многие выбирают другой путь, и ваши сверстники, они идут в гражданские вузы, что по себе тоже, естественно, хорошо. Но отдать свою судьбу служению Родине – это, конечно, очень серьезное решение. А вы его приняли в свои 17-18 лет. Я вас хочу поздравить с наступающим Днем Защитников Отечества. Это юбилей, это ваш прямой праздник. Я еще раз хочу сказать, что долг каждого – и ратным подвигом, и добросовестным трудом защищать свое отечество, свою страну. Вы это делаете в офицерской форме, а все остальные – в гражданской. Но задача у всех одна – защита своего отечества. Чтобы все понимали, что Россия есть, Россия была и Россия будет великой, мощной державой. А эти курсанты – лучшие из лучших. Многие – из Краснодарского края. В преддверии праздника для них немного изменили строгий распорядок дня. В неформальной обстановке будущие летчики смогли пообщаться с губернатором. И пусть у них еще нет боевого опыта, зато они полны отваги и в любой момент готовы встать на защиту Родины. – Сила духа всегда отличала наш народ от других народов. Безграничная любовь. До самопожертвования. Я уверен, что в каждом из вас это тоже присутствует. Притом не в большей или меньшей степени, а в большей степени. Поэтому, безусловно, современнейшее нужно оружие. Конечно, мы живем в современном мире. Мы должны быть современными. Должны быть на современных самолетах, безусловно. Но силу духа никто не отменял. Это главное. Это главное. Какой бы ни был самолет, как бы он ни был оснащен, тот, кто им управляет. Если в нем есть этот стержень, в нем сидит герой потенциально. В нем сидит изначально победитель. Все. А можно управлять сверхсовременнейшим самолетом, а не обладать этими качествами. И тогда бой изначально проигран. Не сдаваться ни в бою, ни в жизни – это главный принцип каждого военнослужащего нашей страны. И придерживаются его даже самые юные курсанты Краснодарского высшего авиационного училища. А значит, наше мирное небо под надежной защитой. Мария Крошина, Элина Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.